Привет! Что нужно среднему пользователю сегодня? Хороший экран для серфинга, просмотра видео и мессенджеров, иногда игрушек. Довольно стильный внешний вид, ведь смартфон можно отнести к стильным аксессуарам. Наличие NFC для оплаты покупок в магазине или проезда в транспорте. Это ведь так удобно! И желательно, чтобы подобный гаджет стоил недорого. Ну и вот, это все о нем. ZTE Blade V9. Доступный, красивый и с актуальным железом. Ну и недостатки, куда ж без них? Давайте посмотрим. У меня несколько дружбанов работают в магазине Foxtrot. Это большие сети магазинов в Украине. Я иногда спрашиваю, что сейчас в тренде. И не все дружбаны напаривают людям то, за что им платят роялти. Да, Samsung. Ну или Huawei. Короче, подсказал мне дружище интересную модель, когда я зашел в магазин. Говорит, вот, по хорошей цене 5000 гривен. Примерно 183 доллара. Так, на минуточку, это за стильную трубку 4,64 гигабайт памяти и с модулем NFC. По месту и с гарантией. Есть также 3,32 гигабайта, еще дешевле. Но, думаю, лучше немного переплатить за память. Ее сегодня, как и всегда, много не бывает. Я взял его на обзор. Добавлю ссылки, где можно посмотреть выгодные цены в РФ и Украине. Переходите в описание, там будут ссылки. Так вот, достался он мне запакованным. Видите, это глобалочка, вся о пленочках и спереди, и сзади. Снимаем пленку. Ай, красотища. Задняя крышка стекло. Игра лучей просто завораживает. Действительно, выглядит дорого. И имеет 2,5 для скругления, что спереди, что сзади. Первая настройка. И сразу вижу, что Wi-Fi только 2,4 ГГц. Вот засада. Все датчики, индикатор уведомлений и фронталка в верхней части. И заметьте, что никаких скруглений по краям дисплея. И никаких выступов сверху. Это очень хорошо. Смартфон 2018 года, как я уже говорил. Потому его внешность достаточно актуальная и в тренде, так сказать. Но без этих лишних наворотов, типа скруглений и моноброви. В комплекте помимо смартфона, краткое руководство пользователя. Скрепка, блок зарядки на 5 вольт 2 ампера и шнур microUSB. И все. Чехол нужно докупать самому. На коробочке что, где, когда на трех языках. Итак, дисплей 5,7 дюйма. Широкоформатный, 18 к 9, Full HD+. Углы обзора типичны для хорошей IPS матрицы. Цветопередача отличная. Искажения под углами минимальные. Нижний порог яркости немного завышен. А с верхним нет никаких проблем. Возможность подправить баланс белого отсутствует, а жаль. Хоть тут белый хороший. Есть защита зрения. Мультитач на 10 касаний. 2,5D скругления и олеофобка среднего качества. Заявлено также, что и сзади стекло тоже покрыто олеофобкой. Но честно говоря, я не заметил ничего такого. Отпечатки собирает на ура. Правда, вытираются довольно нормально. Радует наличие на верхнем торце входа по 3,5 миниджек. Рядом, кстати, микрофон шумоподавления. Вставив наушники и включил музыку с YouTube, я обнаружил, что запас громкости не самый высокий. Высокоомные наушники не прокачает. Во внутриканальных же слушать можно. А вот для обычных треков желательно скачать сторонний плеер с расширенными настройками. Также, послушав звук из внешнего динамика, я сделал вывод, что он неплохой и громкий. Смотреть видео одно удовольствие. Правда, как и во всех смартфонах за данную цену, не хватает низких частот. Кнопки не болтаются, нажимаются туго и тихо. Лоток под сим-карты комбинированный. Но думаю, для 64 гигабайт памяти не обязательно обзаводиться картой памяти. Модуль двойной камеры выступает незначительно. Но без чехла, ерзая по столу, будет собирать царапины. Рядом вспышка, ниже сканер отпечатка пальцев, который справляется со своей задачей вполне нормально. И по скорости, и по точности. Ну и не стыдный логотип ZTE чуть ниже. Сборка, материалы, внешний вид, все отлично. А что же там у нас внутри? Как я уже говорил, 4,64 гигабайт памяти. Процессор Snapdragon 450. Это проверенный и очень даже неплохой в своем бюджетном сегменте процессор. Почему? Потому что это родной брат очень популярного в прошлом и даже сейчас Snapdragon 625. А видеоускорители у них и вовсе одинаковые. Что это значит на практике? То, что в тандеме с 4 гигабайтами ОЗУ, данный смартфон не будет испытывать никаких проблем ни в скорости работы, ни в отзывчивости. По играм будет вести себя так же хорошо, как знакомый нам Snapdragon 625. Все идет беспроблемно, если включить минимальные или средние с понижением некоторых параметров. Большинство других играть будет в удовольствие, причем с нагревом проблем не будет, ведь тут 14 нанометров техпроцесс. Все нужные бенды LTE есть, если это глобалка. Связь держит хорошо, слышимость собеседника просто отличная, меня тоже слышно хорошо. Это без преувеличения. Ну и конечно же NFC. Он тут есть и работает отлично. А что же там с ПО? Оболочка в моем случае называется GenUA V2.0. Android 8.1.0. Это практически голый Android с некоторыми доработками от компании. Например, уже хорошо, что кнопки управления можно поменять местами. Мне кнопка назад удобнее справа. Можно помимо отпечатка пальцев разблокировать смартфон при помощи лица. Только вот с отпечатком будет быстрее. На сам сканер отпечатка можно назначать разные функции. Например, сделать фото, когда открыто приложение камеры. Или ответить на телефонный звонок. Это удобно. А также можно назначать открытие любого приложения сразу при разблокировке. Например, я вот этот вот палец запрограммировал открыть инстаграм. И пожалуйста. Камера. Сразу скажу, что это не самая сильная сторона данного смартфона. Заявленный 16 плюс 5 мегапикселей основного модуля. С апертурой 1.8. Но этого не ощущается. Да, можно делать неплохие снимки. В том числе и в портретном режиме. Но только при хорошем освещении. Хотя даже при хорошем освещении можно часто замечать перешарп и потерю деталей. При ближайшем рассмотрении. Но для инстаграм и так далее данной камеры будет хватать. Видео тоже не самая сильная сторона. Фронталочка тут тоже не огонь. Юзабельна только в хорошем свете. Если взять например Redmi Note 5. Его конкурент по цене по крайней мере. Только он правда чуть дороже и без NFC. Так там камера лучше. Автономность 3100 мА. Вроде бы немного. Но опять таки экран 5.7 дюймов. Экономный процессор. И как выходит ПО тоже. 6 часов экрана способен выдавать. На день хватит без проблем. Но не более. Может и на 2 дня если особо не проявлять к нему интерес. А зарядится от 0 до 100 чуть меньше чем за 2 часа. Ну что же. С уверенностью могу сказать. Если вы просто идете в магазин и покупаете. То он вам вполне понравится за свои деньги. Он точно их стоит. Учитывая его характеристики. Подумайте сами. Классный Full HD плюс экран. Среднее но вполне рабочее железо. Нормальная оболочка. И конечно же цена. А то что вы получаете его по месту. Просто поедя в магазин. Или заказав в интернет магазине своего города или страны. С гарантией. И не нужно долго ждать. Как в случае с Китаем. То это только плюс. Покупать его не стоит только в 2 случаях. Если вам очень важна камера. То это точно не эталон. Хоть и не самое дно. А так же если вам нужен супер пупер ультра игровой смартфон. Или вы недолюбливаете чистый. Ну почти чистый андроид. В остальном красивое, достаточно компактное, универсальное решение с NFC. Я на сегодня например не воспринимаю всерьез смартфоны без NFC. Потому что попробовал, это удобно и иногда выручает. И вот недавно вышедший уже нашумевший Redmi Note 7 без NFC мне лично бы не подошел. И еще к недостаткам отнесем стремительно устаревающий micro USB вход. В остальном все окей. Его можно рекомендовать к покупке за свои деньги. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчики. Тут только самые интересные гаджеты. Всем пока друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok